Остров развлечений И нас каждый день, каждый час Превращает славненьких баранов и овец Мистер Спрус, который год без забот, без хлопот Извлекает нашу здесь энергию сердец Из великой праздности разные разности Фрукты, хлеб и овощи делают тут А из нашей радости всякие сладости На подземных фабриках тайна пику Развлекайся все сильней Веселись, ешь, допей И не думай ни о чем, и даже о себе И тогда в конце концов Он тут наш дурак Говорит, тебя заставить только не добьет И по склонам, по горам Здесь и там, тут и там Будешь бегать, позабыть, кто ты такой А забываться и мать Будешь травку щипать И лишь и зыдко глядеть в небо с тоской Развлекайся все сильней Веселись, ешь, допей И не думай вообще Ты больше никогда И тогда ты заказал Остров наш дуракон Сделай тебя барану Развлекайся Будем бегать Будем бегать Всех нас сгубит Веселый остров дуракон Исходный код системы выглядит так 23 градуса 44 минуты Это угол наклона земной оси Орущие про некруглую планету Идите лесом И другими не сильно удобными местностями Мне по барабану Круглая она Ромбовидная Плоская Впуклая Или выпуклая Извините за такой русский Я все равно люблю свою мать А вас от любви к земле Система искусственно отрывает Вы чувствуете искусственность и ложь И вам тут же подсовывают эту концепцию Которая в первую очередь уменьшает связь человека с планетой Если до вас не доходит Что система работает с привитой большинству информацией То ваше меньшинство никогда не услышат остальные Вернемся к наклону оси вращения У земли он официально зафиксировано Именно на этом параметре 23 градуса 44 минуты Это исходный код Который распаковывается в цепочку следующим образом При реверсе 44 остается неизменным Все трансформации происходят далее с числом 23 Превращаемым в 32 23 становится 11 Благодаря времени и привитому нашей цивилизации циферблату часов 24 часам в сутки 60 минутам в часе 60 секундам в минуте И даже в календаре Которым нас заставляют пользоваться На Спасской башне Кремля Сегодня откроют обновленную звонницу Гимн России на главной башне страны Теперь будет звучать в 5 раз дольше А сама мелодия станет более гармоничной И легко узнаваемой Ее будут отбивать 23 колокола Половина из которых совершенно новые Да вы издеваетесь 23, а раньше их было 35 Теперь к Большому Бену Башня закрыта на реконструкцию с 2017 года Откроется она в 2021 Но кое-какие факты весьма прелюбопытные Высота башни 96 метров В ней 11 этажей 11 лондонских мостов отделяют башню Елизаветы от морской акватории И еще одна традиция, к которой вернутся все законопослушные англичане После возобновления хода часов Биг Бена Его голос будет, как и раньше Транслироваться на всех телеканалах страны в прямом эфире Ежегодно 11 числа 11 месяца В 11 часов В день памяти жертв В первый и второй мировых войн И тысячи мегатонн Человеческих эмоций По погибшим родственникам от всех британцев Как по мановению волшебной палочки Активированные звуками траурного колокола Будут отправляться в мир Демиурга В США 11 число 11 месяца Является государственным выходным Национальным праздником Днем ветеранов В этот день Ровно в 11 часов Начинаются парады и возложения венков К мемориалам солдат Первой мировой Вот такие англосакские тройнички По коду 11 По поводу 11-ти летнего цикла Который в этой жизни у нас есть Очень вам советую почитать Чижевского Физические факторы исторического процесса Либо более современное издание Уже в 76-м году Уже его в Советском Союзе издали Земное эхо солнечных бурь Профессор Чижевский Доказал, что развитие истории человечества Идет 11-ти летними циклами Четко 11-ти летними циклами Вот этот цикл из его работы 24-го года Что сначала идет нарастание Это активность человечества Вот в точке Д Человечество максимально активно И начинаются войны, революции А потом человечество как бы замирает И идет падение Он обработал большое количество Исторических фактов И пришел к такому мнению Вот его таблица за 300 лет 18-й, 19-й и 17-й век Видите, да? Вот смотрите У него черточками показано Когда Солнце не активно А кружочками, когда активно Солнце Что активно Солнце, это когда много пятен А когда мало, не активно И вы видите, что А вот график вот этот сверху Это показывает активность человечества Сколько было исторических событий Революции, войн И мы видим, что в каждое столетие Существует ровно 9 активных циклов человечества Человечество циклируется 11-ти годичными циклами Представляете, да? В общем-то вот за это открытие Чижевский, конечно, довольно известен в мире И это сейчас признано, что развитие человечества Связано с активностью Солнца То есть с активностью энергии Чем Солнце больше энергии дает Тем активнее человечество Итак, после первой распаковки Мы имеем 11-23-32-44 Дальше все просто 32-23-9 О, это волшебное, магическое число Обладающее особой силой и смыслом Переверните его и получите шестерку Девятка – это жизнь и смерть Это конец и это начало Это реинкарнация в числовом выражении Девять основных богов в египетском пантеоне Девять месяцев беременности у женщин Девять кругов ада Девятый – смертельный вал на картине Айвазовского Как вы думаете, у девятой роты был шанс уцелеть? Девятый – важнейший день в поминовении умерших Ты молишься богам? И старым, и новым Есть только один бог И его имя – смерть Девятый – смертельный вал на картине Айвазовского 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 И главный обман для нашего народа в 20 веке Назначение указом Верховного Совета СССР Дня Победы на 9 мая Хотя по всем имеющимся документам капитуляция подписана 8-го 20 лет до 1965 года этот день не являлся праздником Ветераны не любили вспоминать войну А из ее страшного правдивого лица еще не нарисовали Нужного героика патетического образа для будущих поколений Слишком много было живых свидетелей, знавших и помнивших правду Вторая мировая началась 1-го, 09-го, 39-го Хм, открылось зловещее Тридевятое царство А захлопнули этот портал 2-го сентября 1945-го Спустя ровно 6 лет, день в день А нам эту шестерочку аккуратно закрыли заплаткой из ее зеркального отражения Человеческая память слишком короткая И еще одно число Четыре Число смерти Его как огня до сих пор боятся жители Восточной Азии Где иероглифы четверки и слова смерть слишком похожи и даже произносятся практически одинаково Наши европейские предрассудки по отношению к 13 меркнут перед священным ужасом желтокожего мира к четверке В научном мире даже есть специальный термин Тетрафобия И это очень сильный страх Вы знали о том, что компания Nokia не использует цифру 4 в модельной линейке своих гаджетов? Теперь представьте, насколько усиливается эффект этой цифры при удвоении 44 Да и 40-й день в наших поминальных традициях у всех на слуху Кстати, здесь прослеживается связь и с перевернутой девяткой Шестеркой Вот послушайте Сороковины Сорочины Шестнедель Шестины Сорокауст Схожесть использованного эсэсовцами сдвоенного древнего рунического знака, означающего силу огня солнца, на арабское число 44 Напомню, что секретная организация ННРБ пыталась проводить раскопки на Мамаевом кургане каждый раз, как только немецкие войска захватывали эту высоту И каждый раз Красная Армия срывала эту операцию, отбрасывая фашистов назад Еще раз взгляните на координаты места, сдвоенный код 44-32 А легко ли вы поверите в то, что вот в этом фашистском знаке зашифровано именно это 44-32 Закрепляя, что схожесть эсэс на цифру 44 не случайна, приведу вам официальную дату учреждения этой организации 4 апреля 1925 года Или 4-4-25 Как совпало, а? А знаете, какой по счету руной является соул в старшем футарке? Взгляните сами Она 16-я То есть ее сдвоенное повторение на знаке СС дает числовой код 32 Это значит, что про пуповину мира, пролегающую по 44 градусу, фашисты знали Про место силы на координатах 44-32 они тоже знали Про то, что это акупунктурная точка, захват которой поможет одержать победу, они знали наверняка Поэтому и бились за нее так остервенело 6, 9, 11, 23, 32, 44 Не нужно в исходный код больше ничего добавлять Он связан с космическими процессами И работает как основная цифровая частота, настроенная на передающей радиостанции Земля Для рации принимающей Другая планета И скоро я вам про эту планету расскажу Еще раз акцентирую В этих цифрах нет проклятия Нет тайного смысла Они не плохие и не хорошие Это просто коды, без которых невозможно передача энергии с Земли Конечному потребителю, находящемуся в другой части галактики Здесь, у нас дома, в искусственно созданном котле Они варят свой суп из наших эмоций Приправляя его пикантными специями Затем кормят им тот гарнизон, который находится здесь Также питают искусственный интеллект демиурга Ну а львиную часть собранного урожая отправляют домой Кто-то говорит, ну и пусть Ведь они чистят энергоинформационное пространство нашей планеты от негатива Да неужели? А как же сама Земля? Ведь твари для большей эффективности работы своей системы отравляют ее твердь Меняют ее атмосферу Откачивают и ее силу А как же наши положительные эмоции? Которые тоже нещадно сгребаются до кучи Знайка, а когда же мы с тобой лодку будем делать? С тобой лодку? Знайечка, милый, не надо, пожалуйста А ты кто? Бе-е-е Ну не знаешь, какие бывают лодки, которые по воде плавают? А что делать с тем, что желая получить более богатый урожай, они провоцируют нас на смерть и страдания Самыми изощренными способами При этом выставляя ситуацию так, как будто это все земляне делают сами Ты будешь сидеть на железном троне, но сначала нужно принести жертвы Этого требует повелитель света Владыка света хочет сжечь своих врагов Утонувший бог хочет их утопить Почему все боги такие злобные сволочи? Где же бог грудей вина? Мы становимся похожими на тлю По которой муравей барабанит своими усиками Заставляя выделять побольше сладкого для него нектара Но это наша жизнь Наша боль Наши эмоции Они едят страх И пьют боль А они даже не рассматривают наш вид как разумный и духовно развитый И препятствуют любой попытке доказать обратное Вот поэтому и морщатся, когда мы им стучим по болевой точке Которую полностью прикрыть теперь не могут Коды передающей частоты Надеюсь, теперь вы поняли, зачем я так часто их использую В нашей команде единомышленников все легче и легче удается вскрывать эту систему Понимать скрытые знаки Читать цифры и даты Мы уже практически понимаем, почему, когда и в каком месте происходили страшные события Мы начинаем читать матрицу Замечая то, что раньше ускользало от нашего внимания Мы выявили множество повторяющихся солнечных и календарных меток на различных объектах Мы стали обращать внимание на повторяющиеся символы Как своеобразный язык для посвященных По каким-то причинам объекты секретного культа и места жертвоприношений связываются по геолиниям Меридианы, параллели При этом очень точно выверяются координаты Возможно, от географической точности зависит сила, эффекта и мощность энергетического выброса, получаемая при жертвоприношении Индекс Доу Джонса зависит от жертвоприношений Акции JP Morgan Chase поднялись на 14 пунктов! В других случаях привязка идет не к геолиниям А к искусственным линиям, создаваемым очень высокими объектами Такими, как телерадиовышки, огромного размера памятники, статуи, шпили Она хочет убить его? Принести в жертву? Простите, я не ученый человек, но разве между убийством и жертвой есть разница? Рассмотрим три теракта В 65-летнюю годовщину начала Второй мировой войны был произведен один из самых жестоких терактов В котором погибли и пострадали прежде всего дети Школа номер один в Беслане расположена с очень большой точностью на том же меридиане, что и Родина-Мать Представьте себе, погрешность составляет всего несколько десятков метров Хотя расстояние Волгоград-Беслан около 600 километров Не поленитесь, проверьте сами Это координаты мемориала Родина-Мать А это координаты школы номер один в Беслане Чудовищное точное совпадение в координатах по долготе Меридиан 44 градуса Вспомните 44 прожектора в каждой яме в Нью-Йорке 32 минуты Количество установленных террористов 32 Но я думаю, был и куратор Он был рядом, 33-й Как 33 ложи в масонстве Как 33 богатыря у Пушкина Да и количество жертв 333 Показывает дьявольский расчет и в этом Погибли дети Но ниточка чудовищных событий вьется еще дальше С той же изощренной точностью На этой же долготе Байкер-клуб «Ночные волки» в августе 2013 года Готовясь к байкерскому фестивалю Который посетил близкий друг хирурга Президент Российской Федерации День в день в годовщину страшной бомбардировки Сталинграда На территории музейного комплекса в Волгограде Устанавливает памятник реплику Детям, танцующим вокруг крокодила Крокодила Итак, сравните координаты В этот раз памятник реплику поставили очень точно На Меридиане родина-мать Бесланская школа номер один Заметьте, дети обугленные, почерневшие Это такая задумка скульптора Такая вот память о погибших в Беслане детях Которую они объяснили желанием приблизить копию Пострадавшему во Вторую мировую войну фонтану Это координаты памятника реплики Умельницы в Волгограде Все тот же Меридиан 44 градуса 32 минуты Первая находка Нижний Новгород Торговый центр «Фантастика» В координатах по долготе читается 44 и 4 С виду ничего криминального Пока не нахожу вот эти фото Три полуголых женских скульптуры С гипертрофированными половыми признаками Одна стоит на пирамиде У второй огромная голая Ну, вы видите У третьей обнажена грудь А рядышком у лифтов Лежит втоптанный в землю Ну, вы уже догадались кто Водный световой фонтан со сценой прилагается А многократные учения МЧС С эвакуацией пострадавших Наводит на мысль Репетируют Надеюсь, после этого ролика Свои планы они отложат Летим дальше А это Пензенский глаз гора Высота пьедестала матери с ребенком 6 метров Фигура воина расположена гораздо ниже В специальной нише хранится книга памяти С именами более 100 тысяч пензенцев Погибших в годы войны Лестничные марши образовывают звездный пентакль У основания монумента захоронены 9 гильз С могильной землей массовых захоронений Из городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Киева, Минска, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска У Вечного огня 23 февраля, 9 мая и 22 июня Я напомню, это не числовой, а солнечный маяк День летнего солнцестояния Выставляется почетный детский караул из 4-х человек Нас ходят за нас там и тут Но денег своих не потратим зря Мы на кабришки, что пекут На фабриках этого короля Еще год назад в этой информации Меня бы ничего не смутило Но сейчас я вижу это место уже по-другому В Волгограде надолго задерживаться не будем Сам мемориал и места терактов Я подробно разбирал в ролике Махакали Просто еще раз заострю ваше внимание на цифрах 44, 32 Или 23, 44 в обратном направлении Что идентично углу наклона оси вращения Земли Еще думаете, что все совпадения случайны? То ли еще будет? Это Буденновск Позорная страница в истории России Террористы безнаказанно смогли уехать в Чечню после расстрела мирных жителей Убийства милиционеров и военнослужащих Захвата больницы и роддома Перекрестие координат в больничном дворике Показывает жуткое удвоение уже и так усиленного числового кода смерти 44 градуса северной широты, 44 градуса восточной долготы Это официальные координаты Моздока А это авиабазы Заметили, как перевернулась девятка? И такое количество единиц в секундах меня заставило поежиться Про данный теракт уже почти все забыли Но он был И погибли люди 1 августа 2003 Вечером начиненный взрывчаткой армейский грузовик КАМАЗ Протаранил ворота и взорвался возле здания госпиталя Далее мы оказываемся над Бесланом Не хочу долго теребить эту рану Про Беслан я подробно рассказывал в ролике Махакали Просто еще раз обозначу Полное попадание по градусам и минутам с Волгоградским комплексом Погрешность несколько десятков метров Количество исполнителей теракта 32 Очередное воровство Теперь не у нас, а у нашей матери Они присосались к ее груди, забирая жизненную силу планеты У богов нет жалости, потому они и боги Таких точек по 44 градусу обнаружилось несколько Три стратовулкана Первый по нашей линии полета Казбек Вершина Казбека всего в одной минуте от главного цифрового кода системы 44-32 Далее самая высокая точка современной Армении Вулкан Арагац Его вершина стопроцентно попадает в код Демиурга 44-11 Эту гору называют сестрой Арарата Хотите убедиться, что Казбек, Арагац и Арарат Действительно близкие родственники Несмотря на сотни километров, разделяющие их Пожалуйста Все три вершины являются стратовулканами Все три окутаны легендами о местах силы Особенно известен Арарат Не только как коньячный бренд Но и как место парковки Ноева Ковчега А это его координаты Вновь 44-й градус восточной долготы А еще на 44-м градусе 4 столицы государств с весьма интересными историями Тбилиси, Грузия Ереван, Армения Багдад О, это очень кровавая столица в Ираке И Сана Столица Йемена Мы почти ничего не знаем об этом городе Но в результате вторжения в Йемен Коалиции под предводительством Саудовской Аравии С 25 марта 2015 года Сана подвергается регулярным неизбирательным бомбардировкам со стороны интервентов Под удары авиации многократно попадал старый город Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Регистрировалось множество убитых и раненых среди мирных жителей В самой своей широкой части 44-й градус восточной долготы проникает на африканский континент И пересекает его перед уходом в Индийский океан в сторону Антарктиды Через землю, на которой давно нет мира Сомали Крови и Гаваха по этой линии уже через край Но это далеко не все Вы понимаете, сколько статуй матерей на этой чертовой полосе? Волгоград Тбилиси Ереван А есть еще несколько комплексов на этой линии О которых мой рассказ еще впереди Когда я доберусь до глаза гора Цицернакоберт В переводе Крепость Ласточки Мемориальный комплекс в Ереване Расположенный на том же злополучном 44-м градусе И посвященный жертвам геноцида армян 1915 года Расположен на одноименном холме Призываю еще раз В первую очередь представителей древнего армянского народа Адекватно и серьезно отнестись к данной информации Я понимаю и разделяю ваше горе о страшных потерях начала 20 века Но нам надо остановить ужас уже века 21 Осознайте, что на ваших чувствах, как на инструменте, играют те силы Которым все равно, что для вас свято и нерушимо Для них хорошо, когда вам плохо Что ты делаешь? Молюсь Ты просто идеал О чем ты молишься? Чтобы боги с милостью велись над нами Она просит богов с милостью виться над нами У богов нет жалости, потому они и боги Друзья, взгляните на это Око Гора На этот мощнейший излучатель с усилителем Каждый год, в конце апреля, в дни памяти геноцида армян Здесь проходили массовые мероприятия Ограждение из пирамидок неизменно повторяло форму древнего египетского символа Высота стелы мемориала составляет гребаные 44 метра Вдоль дорожки расположена 100-метровая стена, превращенная в некротический усилитель В нее замурована могильная земля, привезенная с мест массового захоронения жертв геноцида А также с могил известных политических и общественных деятелей Выступавших в поддержку признания факта массового уничтожения армян Строительство в единой связке с этим скорбным местом Спортивно-зрелищного комплекса может удивить кого угодно Но не зрители этого канала, которые уже знают В каких целях так делают адепты Демиурга Открытие портала произошло в ночь с 24 на 25 апреля 2020 года Под прикрытием пандемии были отменены массовые мероприятия на этом комплексе Самое страшное происходило под прикрытием этого действия Более 653 тысяч человек прислали свои имена для виртуального марафона у этого комплекса Живые! Вы понимаете, что сотворили с вашими именами или нет? Ведь это равносильно установке могильного камня на кладбище с вашими инициалами Причем еще и с вашего добровольного согласия Технологии работы таких установок нам уже прекрасно известны В Армении с успехом реализовано то, что происходит в Нью-Йорке 11 сентября И того, что происходит в Волгограде 9 мая Но здесь еще страшнее Так как еще живых практически отпели В лучах прожекторов ваши имена отправили Демиургу А от него в подарочек сюда просочилось такое же количество тварей Получивших пропуск Баш на баш Обмен по-честному Законы не нарушены Все с вашего разрешения Весь Олимпийский комплекс построен в лучших традициях гавахосборных систем Мегакомплекс, в центре которого расположен Олимпийский факел Как основной излучатель всей параболической конструкции Местные и туристы до сих пор подхихикивают над его фаллическим символизмом Ну конечно, как всегда, водные фонтаны рядом с излучателем 9 основных локаций по кругу Среди которых до сих пор действующее старообрядческое кладбище С возможностью подхоранивания крайне погребенным родственникам свежеприставившихся Вот вам и некротический магнит с усилителем Это официальные координаты древнего Вавилона Именно на них установлен лев, убивающий человека Именно эта скульптура является ключевой во всей земной системе сбора гаваха Так как установлена на пуп нашей матери Как видите, коды системы здесь присутствуют и по широте, и по долготе Упростим эти комбинации, убрав градусы, минуты и секунды А теперь оставим только по три цифры в каждой группе Хорошо, откроем карту над олимпийскими объектами в Сочи Здесь весь необходимый набор от фонтанов до старообрядческого кладбища Медальная площадь, где мы разбирали конструкцию олимпийского факела, пирамидальной стены славы и фонтана Именно эту площадь наша группа обозначила как главную параболическую антенну в комплексе Но куда же идет передача? Взгляните на эти квадраты газонов Кажется, что в них нет никакой системности, но она есть Газоны разделены на две группировки, левую и правую В каждой группировке газоны образуют три группы, соединяясь друг с другом или одной стороной или одним углом Считываем эту огромную перфокарту, переведя графическое изображение в числовое Прочитаем его, двигаясь от фонтана по часовой стрелке И получим 3-2-3-4-4-2 Сравним с упрощенным кодом координат Вавилона И получим 100% совпадение Энергетический луч из Сочи закоммутирован на Вавилон То есть современный спортивный комплекс, построенный государственными ресурсами России Оказывается в единой связке с древнейшими сооружениями Демиурга Повторюсь, все в системе Они все куклы и марионетки, играющие по правилам своего хозяина Господин президент, какая честь Взаимно, сэр, актер Джеймс Вандер Биг Это не президент, это робот-реплика ему на замену Еще несколько доказательств того, что объекты системы продолжают в ней сохраняться и развиваться Независимо от внешних факторов, например, таких как смена государственного строя Или вообще смена государства в принципе Помните Кёнигсбергскую пирамиду? Повторю следы и коды системы при ее строительстве, которые нам удалось выявить Высота 440 см, код 44 Размер основания 4 на 4 метра, снова код 44 Количество линий 13 Кстати, такое же количество линий и в пирамиде на долларовой банкноте Соотношение высоты к основанию 1,1, код 11 Угол наклона грани 66,6 градуса, код 666 Количество блоков конструкции такое же Начало строительства объекта совпадает с 666-летием Кёнигсберга Официальное открытие пирамиды проходит в 1923 году, код 23 Под пирамидой находится капсула с именами погибших Ну и новые доказательства того, что и в наше время пирамида остается важным объектом системы Несмотря на то, что немецкий Кёнигсберг стал российским Калининградом Статус пирамиды Памятник местного муниципального значения по постановлению правительства Калининградской области От 23.03.2007 года за номером 132 Код 2332 Таких случайных совпадений просто не бывает Также хочется обратить ваше внимание на то, что территорию современной России как бы перекрестили именем и образом Махакали С востока – Калыма, а может Кали-ма? В любом случае место страшное, пропитанное страданием и смертью многих заключенных С запада – Кёнигсберг, специально переименованный в Калининград, в град Кали Север – Кольский полуостров, определяемый во многом течением реки Кале, или Кали Ну и совсем недавно крест обновили, обновив статус полуострова Крым Или лучше, как в мантре Махакали – Крим? Данная информация не имеет отношения к вопросу «Чей Крым?» Это просто констатация Теперь перенесем свой взор в Кронштадт А именно, на его центральную, так называемую «Якорную площадь» Прелюбопытнейшее место, однако Начнем с чугунной мостовой Мы не будем пересказывать официальную версию и повторять ряд альтернативных Озвучу ту, на которой в своих мнениях сошлись участники нашей группы Это остаток допотопной технологии, отапливаемой мостовой Работавшей на слабых электрических токах Позволявшей быстро избавляться от любого количества снега Избегая образования наледи и гололеда А вода беспрепятственно впитывалась дорожной подушкой Нечто похожее сейчас делают на северных аэродромах Где под бетоном полосы прокладывают трубы теплотрасс Экономя на снегоуборочной технике И не нанося механических повреждений покрытию взлетной полосы Но это остатки наших старых технологий Уже, к сожалению, забытых и неиспользуемых А вот теперь к сооружениям системы Старым и новым Начнем с самой площади, которую на протяжении почти 100 лет Превращали в мощный некротический магнит Во время событий февральской революции на Якорной площади были убиты несколько десятков офицеров В том числе военный губернатор и главный командир Кронштадтского порта вице-адмирал Верен В марте 1917 года на площади в Братской могиле были перезахоронены погибшие во время Кронштадтского восстания 1905 года Здесь же хоронили погибших революционеров с 1917 по 1921 годы Всего около 600 человек Хотя на памятнике указано только 40 фамилий Хм, 40 Последним здесь уже в 1980-е годы был захоронен прах главного комиссара Балтийского флота Флеровского На площади возведен морской собор, первый камень которого заложил в 1902 году вице-адмирал Макаров Адмирал вернулся на эту площадь в 1913, но уже в виде памятника После своей гибели на борту броненосца Петропавловск Его тело так и не было обнаружено Макаров стоит на краю огромной, 160-тонной гранитной скалы Символизирующей черту между жизнью и смертью А морская волна, готовая его поглотить, вам ничего не напоминает? Да-да, это гад Змий Японский дракон Так и было задумано скульптором Леонидом Шервудом Кстати, тоже потомственным архитектором и скульптором Его брат Владимир Шервуд и занимался тем же Так же, как и отец, тоже Владимир А их род имеет крепкие английские корни Вот она, династическая преемственность на протяжении нескольких человеческих жизней В нижней части памятника на лицевой стороне надпись, смущающая своим девизом Помни войну По работам Андрея Пылинина мы уже знаем, что в памятных композициях надо обращать внимание на все От пьедестала до поворота головы или направления взмаха руки Так куда указывает перст адмирала в момент его смерти? Прямо на братскую могилу, где 3 ноября 1974 года был открыт новый памятник жертвам революций В виде рассеченной на четыре части пирамиды А ровно через 6 лет 6-го, 11-го, 1980-го года некротический излучатель был завершен и начал свое функционирование Когда от вечного огня марсового поля здесь был зажжен огонь революции Прямо в центре пирамиды Ничего себе! Вот это жопа! Алло! Обращаю ваше внимание, что прототипом для главной пирамиды Лувра послужила пирамида Хеопса Именно под этой конструкцией из стали и стекла ежегодно проходят десятки миллионов посетителей музея Оплачивая не только билет своими кровными евро, но и энергетический сбор Еще три малых пирамиды находятся рядом А также семь треугольных бассейнов с фонтанами Вода выполняет функцию жидкой флешки в этой системе Не будем забывать и про перевернутую пирамиду, уже не имеющую отношения к музею И сооруженную в торговом центре, но строго на нужной линии Справедливости ради скажу, пирамида там не одна На полу установлена еще одна однометровая Фигурировшая, кстати, в романе Дэна Брауна Дальше мы оказываемся во внутреннем дворике замка Где энергетический луч четко проходит прямо через центр фонтана Попадая на водное зеркало передающего устройства Но и это не конец цепочки Через восточные ворота мы оказываемся на улице Адмирала де Калиньи И перейдя ее, подходим к церкви Сен-Жермен-Лекс-Руа А если быть точнее, упираемся в башню-колокольни Верхняя часть которой выполнена в виде правильного восьмиугольника На этих снимках мы четко видим, что октагон постройки Перекрывает возможность движения энергетического луча далее по прямой Эта башня мне что-то напомнила Ах да! Повелецкая высотка в Москве Тот же правильный восьмиугольник на верхнем ярусе Купол скалы в Иерусалиме Место силы у того самого краеугольного камня Или камня основания А как вы думаете, форма клетки для боев без правил Которые смотрят сотни миллионов болельщиков Выбрана такой случайно? Но вернемся в Париж Церковь Сен-Жермен-Лекс-Руа Стоит немного в стороне от энергетической оси системы Зато точненько на месте старого языческого святилища Я разбирал в ранних роликах такие однотипные храмы Возможно, они входили в единую систему допотопной цивилизации Обеспечивая людей дармовой и неиссякаемой энергией Но что мы можем говорить ответственно? Все они стоят на местах силы Вот и этот храм мозолил глаза адептам системы Не давая им покоя в желании переформатировать его под свои нужды И тогда была предпринята, как всегда, многоцелевая спецоперация Под кодовым названием «Варфоломеевская ночь» Именно с колокольни церкви Сен-Жермен-Лекс-Руа был подан сигнал к началу кровавой резни Испортившей ауру данного места Затем начались подхоранивания под стенами собора Известных творческих и ученых личностей Парижа И место созидающей силы окончательно было испорчено На ранних фото видно, что церковь представляла из себя Вполне завершенный с эстетической и художественной точки зрения проект Но под предлогом ансамблевого объединения религиозной постройки Созданием городской ратуши, что уже выглядит нелепо Была воздвигнута вот эта колокольня Ее верхняя часть – октагон На башне четко прочитывается техника пятого угла Буква «W» Парижане не оценили новострой Ну а, к примеру, художник Клод Мане Целенаправленно проигнорировал это сооружение Создавая данную картину Но дело уже было сделано И башня стала перенаправлять Гавах к конечному потребителю Для лучшего КПД перед ней была установлена вот такая Скульптурная композиция из семи металлических лезвий Помогающая разворачивать горизонтальный поток энергии вертикально В сквере рядом с башней все время устанавливают, мягко говоря, странные художественные инсталляции Отрубленная и насаженная на колья человеческая голова Кровавый всадник из-за зеркалья Сердце с цветами, посаженное на пирамиду, как накол А главное, все они делают то же самое Разворачивают поток энергий Голова кольями Всадник копьем Сердце пирамидой Теперь пробежимся по линии луча в другую сторону Покидая Лувр, он проскальзывает под сводами триумфальной арки на площади Карузель Затем оказывается над проспектом генерала Лиманье Именно в этом месте, уходящем в подземный короткий тоннель Кстати, в системе Гаваха-сбора важную роль играют не только водные ловушки, но и транспортные артерии, где автомобили или вагоны выполняют роль рабочих муравьев, перераспределяя потоки энергии в нужных направлениях А сейчас продолжим полет вдоль линии силового луча, где нас ждут еще два водных накопителя с излучателями Круглый фонтан, работающий даже при отрицательных температурах и собирающий вокруг себя десятки созерцающих французов Это просто какой-то гипноз И восьмиугольный, который так и называется – октагон Посмотрите на фото со спутника Точки вокруг – это люди, собравшиеся со всех сторон, как мухи на тарелку со сладким сиропом А вот и он – луксорский обелиск Но работает апелиск здесь не в одиночестве, а в компании аж двух одинаковых фонтанов Полетели дальше Крупный энергетический узел, где происходит слияние собранного Гаваха с нескольких направлений – площадь Шамс-Элизе Далее, еще более мощный – 12-лучевой узел площади Деголя, ранее называвшийся площадью Звезды Здесь многократно усиливающийся поток энергии проходит через Триумфальную арку Ежегодно именно отсюда берет старт военный парад, проходящий по Елисейским полям до Луксорского обелиска Как видите, парижане обходятся без мавзолея, с успехом заменяя его другой энергосборной конструкцией По традиции в параде участвуют представители стран-участников Первой мировой Друг за другом проходят и союзники, и враги Для меня это сверхсимволично и доказывает, что все войны – это кровавый спектакль ненужных для человечества смертоубийственных действий Войны выигрывают золото, а не солдаты Большая арка Дефанс Ее высота – 110 метров 90 сантиметров Ну, вы знаете, уже даже и не смешно Во время ее строительства погибло два человека Несколько получили увечья Что же на самом деле представляет из себя это уродливое сооружение? Оказывается, что арка представляет собой проекцию гиперкуба Так называемого тессеракта из четырехмерного мира в нашем трехмерном измерении Состоящим из 32 ребер Ну надо же! Это первый в мире объект гиперархитектуры Трехмерная проекция четырехмерного политопа Конечно, очень сложно, глядя на нашу анимацию, воспринять гиперкуб из другого измерения Но это и есть зеркало междумирья Это и есть граница зазеркалья Это портал между нашими мирами Аналогично тому, как поверхность обычного трехмерного куба Может быть развернута в многоугольник, состоящий из шести квадратов Поверхность тессеракта может быть развернута в трехмерное тело Состоящее из восьми одинаковых кубов Это наглядно продемонстрировал Сальвадор Дали в одной из своих работ И вообще, дядька знал много секретов из того мира Всего существует 261 развертка тессеракта 2 плюс 6 плюс 1 равно 9 Развертки гиперкуба могут быть найдены перечислением так называемых сдвоенных деревьев Где сдвоенное дерево – это дерево с четным числом вершин Которые разбиты на пары так, что ни одна пара не состоит из двух смежных вершин Между сдвоенными деревьями с восьми вершинами и развертками тессеракта существует взаимно однозначное соответствие Всего существует, внимание, 23 дерева Кто-нибудь еще сомневается, что коды Демюрга – не магия или проклятие, а просто математика высшего космического порядка Тессеракт на плоскости превращается в октагон Сравните эту картину с октагоном американского китайца, строившего парижские пирамиды Забавно, правда? Их земные адепты все это уже давно знают и вовсю используют Сооружая мышеловки для нашей энергии и эмоций Людям нужна не только еда Они жаждут зрелищ И если мы не обеспечим их, они создадут свои А их зрелища могут кончиться тем, что нас с вами порвут на куски Таким образом, теперь мы видим, что главная энергомагистраль тварей в Париже Замыкается с двух сторон октагонами, являющимися еще и порталами в их измерении Старый портал в башне-колокольне, новый в арке Дефанс Еще один водный октагон находится внутри 9-километрового участка В одном из роликов наша группа разбирала интересную силовую энергетическую линию Москвы Начинавшуюся от Мавзолея на Красной площади Благодаря Алексею Зайцу удалось на одной прямой выявить несколько прелюбопытнейших локаций Итак, наше путешествие начиналось от загадочного так называемого двойного или пятого угла Мавзолея Затем мы точненько по прямой попадали к сталинской высотке Министерства иностранных дел с двумя египетскими обелисками на входе После пролетали над мемориалом Поклонная гора, структуру которого я достаточно подробно разбирал в одном из выпусков Продолжая двигаться по прямой, мы пересекали территорию инновационного центра Сколково И на финишной прямой упирались в новенькое здание главного храма вооруженных сил Российской Федерации Разбор которого также имеется в наших прошлых видео Несомненным является тот факт, что такая линия не может быть случайна И в системе энергосбора Мегаполиса она играет важную роль На этой прямой расположено еще несколько интересных объектов Ну, например, здание Министерства обороны Российской Федерации И ряд высотных зданий, выполняющих роль дополнительных ретрансляторов-усилителей Перед этим обозначу такой факт, что до возведения каменного мавзолея Главную функцию ретранслятора Гаваха в системе города Возможно, выполнял памятник Минину и Пожарскому с полым пьедесталом В котором запросто могла находиться мощная некротическая закладка В виде останков известной в истории личности Новые и интересные факты об этом монументе Открылись в роликах канала «Председатель СНТ» и канала «Алексей Заяц» При возведении каменного мавзолея памятник Минину и Пожарскому был переставлен И, судя по всему, теперь действительно выполняет декоративную функцию на Красной площади Что доказывает тот факт, что комплекс сооружений системы Гаваха-сбора Постоянно проходит необходимые обновления и реконструкции Видимо, именно поэтому такую интересную судьбу пережил Храм Христа Спасителя Теперь сложно говорить, был ли первоначальный проект сразу включен в систему энергосбора Видимо, нет, но место, как говорится, намоленное, место сильное И оставаться долго без внимания адептов системы оно не могло И то, что после разрушения старого храма на данной локации был построен бассейн Указывает на то, что данное место начало активно эксплуатироваться Обратите внимание на оригинальное водное зеркало бассейна А как чудно решен вопрос с вышками для прыжков Вы где-нибудь еще такое видели? Чтобы вышки строили не у края бассейна, а в его центре И до них нужно еще постараться добраться А с точки зрения проведения соревнований это вообще чушь Зрителям от края бассейна ничего не видно И где размещать судей? Бассейн отработал во времена атеизма Советского Союза на все 100 Как водная параболическая антенна по сбору и передаче человеческой пси-энергии С возвращением новой России к христианским ценностям было принято решение о возведении нового храма Адепты системы идут в ногу с веяниями времени Итак, храм построен, но что это? На новой площадке на своеобразной фундаментной подушке проекта четко читается такой же пятый угол, как и у мавзолея Мы уже знаем, по проекту на Красной площади, что этот нестандартный угол развернут ко всем проходящим парадным колоннам Соответственно, он выполняет роль энергосчитывателя, своеобразного тока приемника человеческой пси-энергии А у храма? А у храма он выполнен на ограничительных парапетах, где выстраивается толпа верующих в порыве приложиться к привезенным и выставленным на несколько дней мощам какого-нибудь праведника Кащеева игла, торчащая в поганом месте на останках Сооружение, само собирающее себе список жертв Конструкция, отвечающая за промывку мозга через зомбоящик А тут просмотровая, где мы вклеиваем фотки дохлых лисиц в детские мультики И прекрасно работающая не только на трансляцию яда, но и на сбор излучающегося гаваха А вот и ее пятый угол Еще один образец пятого угла Башня на Павелецкой площади Хотя весь комплекс напоминает сталинский ампир, проект достаточно свежий, он сдан в 2003 году Умиляет обилие египетских пирамидальных стел, а также абсолютно лишенное какого-то функционала гигантское украшение, напоминающее витражную розу Нотр-Дама в Париже Зачем такое украшение на светской постройке бизнес-центра? Оно как раз и размещено в углублении так называемого пятого угла и видимо играет важную роль в схеме гаваха сбора, а функцию усиливающего выступа выполняет парадный вход в башню, строго сориентированный на садовое кольцо, артерию с постоянным активным автомобильным трафиком Заявленная высота здания и этажность не оставляет сомнений, проект вписан и по кодам системы Высота башни 111 метров, количество этажей 27, ой, не подходит, а если так, 4 подземных уровня и 23 этажа от земли, теперь красиво? Зачем в адресной строчке интернет-ресурса мы пишем тройной W? Это знак принадлежности всего интернета к системе Демиурга, причем магия чисел там продолжается Одиночное складывание трех двоек дает нам 6, а трех троек 9 Троекратное сложение 23 дает 69, а 32 96 Царство полиндромов рулит Мы также в системе, и она не стесняется демонстрировать это, подписывая места общественного пользования теми же буквами М для мужчин, W для женщин Надо пресечь войну Галактика Там На Орионе Забыл язык Порт? Пояс? Пояс Ориона? К примеру, вот точные до седьмого знака после градусов координаты центра пирамиды Хеопса по широте Кстати, в горячо любимой многими, но не мной, Википедии, в статье об этом сооружении указаны координаты ее вершины, а не центра основания А это официальная скорость света в вакууме Удивительно, как древние египтяне могли зашифровать такое, не зная ни единиц измерения нашей цивилизации, ни той координатной сетки, которую мы применяем Или они совсем не древние? Или совсем не египтяне? Ведь идентичность в цепочке до девятой цифры, назвать просто совпадением у нормального человека, язык не повернется Вероятность такой случайности измеряется уже в миллиардах А вот если предположить, что этот параметр заложен сюда специально Так как энергетический поток необходимо разогнать до скорости света, то это уже не случайность, а техническая необходимость проекта Вопрос, а куда же идет передача? Решается также легко, когда понимаешь, что расположение главных пирамид Гизы выполнено в виде пояса Ориона Вот вам и первый адрес получателя Розенберг сказал, галактика на поясе Ориона Что это? Ты хоть убей Это Орион, ярчайшие созвездия северного полушария А вот пояс Ориона О нем он и говорил, пресечь войну Галактика на поясе Ориона В поясе Ориона нет галактик, пояс состоит лишь из трех звезд А галактики огромные, включают миллиарды звезд Ты ошибся Роберт Бьювал, один из наиболее известных авторов и исследователей Древнего Египта Предположил, что пирамиды Гизы являются символами пояса Ориона Следующим его шагом стала попытка отыскать какие-либо визуальные свидетельства этого соответствия Он сделал хорошую фотографию звезд пояса Ориона И наложил ее на панораму пирамид Гизы Совпадение оказалось ошеломляющим Мало того, что расположение пирамид было идентично расположению звезд Но даже яркость звезд соответствовала размерам пирамид Теперь, когда пирамиды определены как земное отражение пояса Ориона Они могут послужить ориентиром при определении относительного положения сооружений Являющихся аналогами других звезд Дуата Таковыми могут оказаться две пирамиды в Дашуре И те, что расположены в Абуруваши и Завьет-эль-Ариане Пирамиды четвертой династии, без сомнения, должны были быть размещены по какому-то единому плану Кроме того, следует вспомнить, что две из них Джедефра в Абуруваши и Небка в Завьет-эль-Ариане Носят соответствующие имена Джедефра является звездой созвездия Сихету И Небка – это просто звезда Звезда Сихету – это звезда Дуата Теперь пришло время сравнить карту района Мемфиса И карту участка звездного неба, на котором находится Орион Тщательно совместив пирамиды группы Гизы со звездами пояса Ориона Бьювал заметил, что пирамида Небка в Абуруваши соответствует звезде Саиф Или левой ноге созвездия Ориона А пирамида в Завьет-эль-Ариане соответствует звезде Беллатрикс Или правому плечу звездного охотника Конец цитаты Когда я осознал, куда выводит меня прицел моих поисков То перестал сомневаться, что ник Охотник закрепился за мной случайно Я оценил иронию и юмор тех, кто мне помогает Охотник на охотника Вот такая тавтология Галактика тут Что значит тут? В галактике миллионы звезд и планет Как это тут? Человеке, когда вы помните, что размер несущественен Что важно и ценно, может оказаться очень маленьким Теперь на конкретном примере нашего времени Постараюсь доказать, что так называемый культ якобы древнего Египта До сих пор жив и продолжает культивироваться адептами системы Еще раз посмотрим на часть мемориального комплекса в Тростенце С координатами мы уже разобрались Но я указывал, что здесь есть и звездные ориентиры Не все меня поняли, поэтому даю расшифровку Скамейки установлены не просто так А в схематичном изображении двух созвездий Они явно расположены двумя группировками В большой 18 скамеек В малой 6 Что дает нам ключ к прочтению кода Состоящего из 4 шестерок Большая группировка прочитывается Как имитация созвездия звездного охотника А малая, как созвездие плеяд Расположенного на рукаве Ориона Опять мы оказываемся Повернуты лицом к звездам В конкретном участке неба Еще раз посмотрите кадры С премии Муз-ТВ Где визуально продемонстрировано Как собираемые энергопотоки Фокусируются через проемы соседнего здания А затем разгоняемые через торсионные ускорители Уходят в пространство И как на принимающую тарелку Поступает обратный сигнал Как в архитектуре прописываются коды Я вам уже показывал не раз Например На Медальной площади в Сочи Где указаны координаты древнего Вавилона И в Минске над выходом из метро Где был взрыв И где на здании с адресом Независимости 23 Стеллы установлены группировками Прочитываемыми как 23, 44, 32 В оба направления В Москве тот же принцип Если смотреть на лифтовые колодцы Выведенные на крышу Мы видим группировку объектов По такому принципу 1, 2, 3, 1 Через кольцо арены цепочка замыкается И мы получаем в цикле комбинацию кодов 11, 23 или 11, 32 Помня о реверсивности системы В прошлый раз я говорил Что коды это не цепочка проклятия Или демонизма Это тот почтовый индекс Которые они должны прописать На посылке Отправляемой любимой тетушке На ее планету От благодарных и сытых адептов системы Далее поступаем так Вбиваем в поисковую строчку Запрос галактика 11, 32 Открываем Читаем И опупеваем Так же, как опупел в первый раз я Наткнувшись на эту информацию Галактика NGC 11, 32 Кстати, другое ее обозначение По другому каталогу UGC 23, 59 23 Даже не смешно Эллиптическая галактика В созвездии Эридан Опа! Вспоминаем сразу якобы Древний Египет Сразу же находим причину Зачем им нужны такие фермы, как наша? Ваша планета – это ферма Таких планет, как ваши, тысячи Они принадлежат семьям вроде моей И обеспечивают постоянно растущий спрос на время Галактику окружает огромная галло из темной материи Превосходящая по массе саму NGC 11, 32 В тысячи раз Темная материя в астрономии и космологии А также в теоретической физике Форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии Бедняжки Они в блокаде и отключены от вселенского неиссякаемого источника Нам их что, теперь жалеть? А нас они жалеют? Ваша Земля – лишь маленькая часть огромной индустрии Или относятся к нам, как к дойным коровам? Вы какая-то вампирская раса? Забавляет, как для усиления связи Эти твари прописали открытие галактики Джону Гершелю С датой 23.11.1827 года Что является кодом 23.11.99 Ну, прям готовый номер телефона Причем 23.11 – это зеркалирование номера галактики 11.32 Мы дали повод к появлению многих мифов, но, уверяю, моя мать была таким же человеком, как вы и я Разница между нами только в знаниях и технологиях Спитакское землетрясение с координатами 44.11 С временем 11.41 С магнитудой 6.9 С силой толчка 9 баллов Трагедия в Кармадонском ущелье 20.09 Года 20.02 Координаты 44.32 Мы потеряли около 150 жизней И в их числе Сергея Бодрова-младшего Человека, который тоже слышал голос Бога Но не успел нам все рассказать Его тело до сих пор где-то там Вот скажи мне, американец В чем сила? Разве в деньгах? Знатные семьи часто забывают простую истину Как я заметил И какой уже? Знание – это сила Вот и брат говорит, что в деньгах У тебя много денег, и чего? Взять его Перережьте ему горло Стойте Погодите Я передумала Отпустите его Я вот думаю, что сила в правде У кого правда, тот и сильней Власть Вот сила Вот ты обманул кого-то Денег нажил И чего, ты сильней стал? Нет, не стал Влияние растет, как растение Я терпеливо взращивал свое Пока его усики не дошли от Красной Цитадели До самого дальнего края мира Потому что правды за тобой нет А тот, кого обманул За ним правда Значит, он сильней Притянуто за уши Сова на глобус Да так Все можно приклеить Честно Мне до фонаря Такие крикуны Которые и четверти Приведенных фактов В роликах До этого никогда и не видели Вот им и кажется Что выбранный Одиночный пример Можно запросать Какахами Когда правда Подтверждается Столь убедительными фактами Не нужно ничего Притягивать за уши Новые доказательства Добавляются в копилочку Сами Например Раньше музыкальный строй Плясал от 432 герц Сейчас От 440 Как видите Даже звук в этой системе Теперь я уверен Даже 432 герца Не первоначальный строй А уже измененный Меняли цивилизации И им меняли все настройки Вот такой обновленный Windows Эй Тебя уже считают психом Шизофреником Врагом человечества Осквернителем памяти предков Сектантом Плохим блогером-фантастом Может пора притормозить? Вы представляете Что будет с людьми Когда они узнают Всю правду? Я сомневаюсь Что люди хотят знать правду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok